Welcome, welcome, welcome. Видеус и Медик снова вместе. Постоянно их стоят вместе, мне это забавно смотреть, потому что один короткий и немного... Ну, короткий, в смысле, невысокий. И с очень странным выражением лица, и второй такой... Прям пловец во плоти, баскетболист. И почему у вас эхо образовалось? Точно у вас эхо есть? А так, если поставить... Ну-ка, что-нибудь изменилось для вас? Что они делали право и что они делали право. И я думаю, вчера был очень хороший пример. Одна из вещей, о которых мы смотрим, это, что, когда они выигрывают лейны, они очень эффективны, играть с ними. Говорить что-нибудь, так я только что говорил, вы начали панику поднимать. Я поменял одну всего лишь вещь, и... Вроде должно быть все хорошо. Ну, ладно. Так и быть. Нет, старый микрофон нет смысла возвращать, ребят. Ну, потому что он изначально был некачественным. Я вам уже много раз это говорил. Что этот микрофон, который старый, который Logitech-овский, это та же самая модель, которую я второй раз купил специально, чтобы ничего не менять. И она второй раз сломалась в том же самом месте. Просто это сама модель бракованная. И это не страховой случай. То есть она второй раз у меня сломалась быстрее, чем за два года. И второй раз я не могу ее поменять по страховому случаю, потому что никого здесь нет. Когда у тебя, по сути, рвется внутри провода, связки вот этих... Когда у тебя начинает одно ухо не работать из-за этого, а потом начинает шипеть уже микрофон сам по себе. Такие дела. Я дуров, вернее, микрофон, да. Плюс не забывайте, что я что-то приболел. Ну, сейчас хотите, хотите, нет, у меня Brontex лежит. Выпил его сейчас. Только что проснулся, а когда спал, до него чувствовал, что у меня горло болит. Знаете, такое ощущение, что завтра, может, вообще говорить не смогу. Такие дела. Аналитик от Бога. Ну, тогда тебе надо было участвовать в конкурсе, от Руриутов. Насколько я знаю, у них там был недавно конкурс по аналитикам и комментаторам. Камиджу, ты не шаришь. Вот что я могу только тебе ответить на все это. Ты совершенно не шаришь в звукотехнике. Юникорнцев Лавы против команды Тим Виталити у нас сейчас будет игра. 1-4 поняшки. Они вчера держали победу над командой H2K. И Виталике у нас 4-1. Как шли победителями, так и идут. Одну игру они только упустили. Против команды Миссфит. Против команды Миссфит не только они упускают игры, но и команда Фанатик, например, вчера тоже в массе игре, где-то на 60-й минуте, выкинули, выкинули на финальной битве. Я тебе говорю, что ты не шаришь. В том-то и дело, что ты не шаришь. Не звучит он гораздо лучше. Вы просто, ну, в реальной жизни меня не знаете. Это и есть мой голос. Вот это. То, что там было, это было неправильно. Это был какой-то измененный голос и так далее. Я-то знаю, как я звучу на самом деле. Ну, а сейчас я еще приболел, так что дайте, как говорится, с болью фантазии представьте, что вы общаетесь с гнусавым человеком, ну, который гнусит. Ну, я на самом деле сейчас нос даже заложен. Потею. Холс у меня тоже есть, кстати, говорят. Могу все показать. У нас там баны пикидут. Кому это интересно, правда? Давайте я просто вам докажу, что у меня есть даже холс. Оп. Уже сожрано половина. Такие дела. Так. Это вообще редкий случай, когда мы можем с вами увидеть, что команда, которая берет Зою, они же и добирают себе Кагмава. И таким вот образом у них и мидгеймовый Зоя игрок к экзайлу, и одновременно с этим будет у них лейтгейм через Кагмава играть. Команда Виталиков не взяли себе Орден Сензер Саппорта, взяли себе Трэша для Джек Тролла. Давненько я вообще Трэша не видел на чемпионатах. Маль Захара как контрпик к экзайлу его Зои, и Кейтлин будет отменить Рупака. А что, лекарство запретили, надо конфеты кушать. Ну да. Вчера аж Трэш был, эээ, не было. Где ты вчера Трэша видел? Подожди, кто играл вчера Трэша? Не было вчера Трэша. Вчера Браун во всех играх был, Алистар и Жанна в одной игре. Жанна разгромила. Там Кейнс еще был, а Трэша не было? Не было. Уникорнцы тоже Орден Цензор не взяли. Но мы к этому уже привыкли, что под Кагмао по какой-то причине большинство команд не берут Орден Цензор саппортов, а берут именно танк дисенгейджеров, либо Том Кенча, либо Браума, либо Алистара с подкидыванием. Хотя самый логичный вариант взять как раз под Кагмаря сразу же Лулу, хотя бы карму и побеждать и линию, и после этого мидгейм. Ну и дальше в лейте у вас есть уже Орден Цензор. Грагас! Да вы издеваетесь. Трэша пойдет на Грагасе у нас играть. Мы еще не знаем последний пик команды Виталиков на топ-лейн против Чагата. Он вполне может сыграть за Трандла и вообще издеваться в этой игре, если честно. Мы видели с вами Трандла в корейском ЛЦСе. ЛЦК это называется. И там Трандл разгромил у нас Чагата, правда они игру проиграли, а у нас будет Джакс Лес, Джарван Топ. Такой вариант избрала команда Виталиков, либо наоборот это будет Джакс Топ, Джарван Лес, но так или иначе они взяли вроде как контрпик на топ-лейн, а любой из этих двух чемпионов, он неплохо стоит против Чагата, не то чтобы это жесткий контрпик, это не как Трандл, который может побеждать. Кстати, та команда, которая взяла Трандла, они проиграли матч, но если задуматься, сам-то Трандл был топовый у них игрок. Это я уже видел Джакса против Чагата, что-то мне это не задалось. А Джакс против... Да, кстати, я сейчас вспоминаю, было-было на этой неделе тоже ЛЦК, Джакс был взят вроде как джанглер, потом они добавили тоже Джарвана и в итоге они взяли, получается, Джакса против Чагата и должны были победить эту линию, но в итоге Джакс закончил 0-1, его зато авардайвили, убили и он вообще ничего не делал. в том матче игра довольно быстро закончилась. Помню, помню, помню. Не, ну смотрите, ребят, я сейчас нон-стопом говорю, я могу вот сюда передвинуть еще бегунок, выбирайте, что хотите. А со сторонними звуками, кстати говоря, громкость, как вам сделать погромче английских комментаторов или так оставить? Камейджу, а зачем мне создавать голосование, которое ни на что влиять не будет? Лучше стало? Нет, не лучше. Ну, сейчас я добавил басов, если так задуматься. Там больше получается чистого звука с переходом в эти... Короче, я так вот сделаю, чтобы ни вам, ни мне тебя чуть погромче. Вот в этом и проблема, что погромче я себя сделать не могу, потому что и так везде максимальная стоит громкость. С вами проверяли еще вчера. Басов много. Да, все, я уже вернул как было. Просто тупо привыкайте, ребят, ничего с этим уже не сделать. Единственное, что я могу менять, это в эквалайзере вот то, что я сейчас им менял. Могу басов добавить, могу басов убавить, могу сделать более чистый звук, но тогда, соответственно, не будет слышно. Ну да, 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 вот правильно говорит Александр, я неправильно выражался. Я не добавлял, не уменьшал басов, а просто увеличивал низкие и высокие частоты. И вот сейчас я поставил посередине, по сути. Низкие и высокие частоты, они на одном находятся. Ну что ж, 0-0. Поехали у нас на бутлейне. Разменчики начались и сразу левел 2 ганг. Забавная ситуация. White Knight уже обречен, еще не давал комбу у нас. Гиллиус дает ее. First Blood уходит за команда Виталиков. В них с места в карьер, как говорится, сразу нырнули. Если вы хотите, мол, играть как команда Виталиков, то оживленность, конечно, в их матче колоссальная. Кабачар прописывает стан, Гиллиус начинает избивать красным бафом, дает замедление по White Knight. А Thunderlord срабатывает. После этого с флэша комбинациями Гиллиус попадает. И нам показывают сразу мастерки. Видимо, кто-то наругал команду Риутов за вчерашнее торможение. И когда к 10-й минуте мы все еще не видели, какие мастерки взяли кто. Давайте смотреть, что получилось. Четыре книжки у команды Unicorns of Love. Поняшки собрались поступить в университет, наверное, в Гарвард. Хотя, честно, я не знаю, где базируется команда Unicorns of Love. Наверное, это какая-нибудь немецкая компания. Так что они должны в другой франкфуртский какой-нибудь техникум поступать. Ну так вот, они играют через четыре книжки. Мы уже видели вчера у джанглера книжку. Не самая лучшая версия, как мне кажется. Но именно Колд на ней играл. Он был на Сиджуане, если я правильно помню. Он показывает нам статистику Колда в EU Spring. И у него сейчас топ-1 по урону. Топ-1 в мидгейме урона. И kill participation самый высокий. Такая вот интересная статистика. А это соло-килл Джизука убили. Что за экшон, ребят, начался? Джизука умер один на один на линии. Не то, чтобы это что-то на уровне того, как Фейкер умер один на один на линии. Но очень близко к этому. Потому что вы помните, как хорошо Джизука отыгрывал. И пока он на этом чемпионате только сам делал киллы один на один. Но в итоге получилось, что его сейчас убили один на один. Джизука расстроен, потому что он даже Ignite отменил Клинсом. Но там было два Ignite у Exile. И один ему выпал предмет. А второй Ignite у него был инвентарный. Самый нирспелловский. И через два Ignite он просто его сжёг. Давайте посмотрим повтор, как это произошло. А нет, это был не Ignite, прошу прощения. Это был Protobelt. Protobelt, он сейчас делает прыжочек и Ignite. А Клинс, это мне показалось, что он Клинс сразу изогнал. Но использовал гораздо позже. 26 на 22 по фарму у нас. На топ-лейне у нас отставание минус 15 фарма для White Knight. Это тяжёлая линия. Но, правда, здесь его напугают только если будут tower-давить. Пока никаких tower-давевов не происходит. Кабачерт у нас стоит через криптомантию. Поэтому денежки он зарабатывает просто с автоатакой. Прыжёг с автоатакой, вы знаете. Ооо, Джаксон. Он может усиливать себе после прыжка автоатаку. И, соответственно, получается, что, как у Фиоры, срабатывает сразу клептомантия. Там же он будет играть Титане Гидро с выходом в Боттер. Такого корейца. И, наверное, он точно так же сделает. Это правильный бей. Элиос увидел пинг-вард и решил не идти на tower-даве на топ, а решил выбить вард колда, но он не успел это сделать. Пристотует. Там ещё трэш подходит. Сейчас будет битва, судя по всему. Подкидывание идёт по колду. Хук идёт, но отфлэшивается колду. Рядом уже находится Экзайл. Пинг-вард они отыграли за счёт ратрации. Давайте к книжкам вернёмся. Бутлайн у нас, получается, команда Unicorns of Love собирается через полёты контролить линию. Даже учитывая, что их там запушат, они спокойно выформятся. Экзайл уже книжкой воспользовался. Считайте, однажды у него откатился почти уже Flash и Ignite. А вот колд, он вчера как раз играл через книжку. И в мидгейме за Сиджуани пару раз делал телепорт. И, честно, ничего полезного от этих телепортов мы не видели. Так что, мне кажется, книжка на джанглере не самая лучшая идея. 1-1 Обоюдные такие щелчки в начале игры сделали ребята и забыли об экшене на долгие времена. Напоминаю, что у White Knight'а не было флэша. Всё это время теоретически Killius мог ещё раз сделать ганг. Ну, понимаю я, конечно же, что у White Knight'а, раз нет флэша, то и у Killius. И его нет. Какая разница? У тебя есть Jaxx, который пропишет станды в этот стандарш свою камбу, почему-то решил не повторять ганг. Гелиос и Джоучи Гатта всё откатил. На Бутлэйне у нас здесь равенство. По фарму поражение идёт небольшое от команды Unicorns, но у них тяжёлая линия. Браум с Кагмавом они будут проживанием. Расскажите мне неучу, что за фетиш к этой ключевой руне книга. А, да, есть ролик на ютубе, можешь посмотреть. Он идёт там всего 10 минут, этот ролик. В нём я полностью рассказываю, зачем какая линия берёт эту книгу. Так что разберёшься. Ролик я специально записал, так как знал, что, во-первых, вопросы будут. Во-вторых, пока книга ещё не исправляется. Есть время не то, чтобы даже хайпануть, а объяснить вам это. А вопрос вы часто задаёте. Почему игноришь? Никого не игнорию. Кира, привет. Хорошая ульта здесь от Гиллис. Уходит он в Жонни. Джизуку даёт свою ульту с Флэш Ша, и он нас поймает бедного Зойку. Зойка умирает. Колду тоже отсюда не уйти. Флэшится Гиллис наперёд, чтобы не дать Колду на Ешке выскочить через стеночку. Кто не знает, можно флэшиться перед Сиджуани, перед Грагосом. Честно, даже не знаю, перед каким ещё чемпионом. В голове вспоминается, перед каким чемпионом ещё можно встать, чтобы он не мог через стенки перепрыгивать. Почему так стали часто пикать Кейтлин? Кейтлин не то, чтобы стали очень часто пикать. Кейтлин и раньше бралась к популярным чемпионам. Смотри, какая вещь изменилась. Зелёный Голдера больше нет у Саппортов, ой, у Адекерии. Саппортовского Зелёного Голдера больше нет у Адекерии. А Кейтлин, главное, чем знаменита на Лене? Тем, что она добивает лицо Адекерику, которому тяжело фармиться под вышкой. То есть, ты фармишься под вышкой, Кейтлин тебя постоянно харасит, она постоянно тебя запушивает, и ты додавливаешь их. Кейтлин против Кагмама в этом смысле очень хороша. Я скоро начну двух человек банить. У нас 457 человек, а только двое жалуются. Что-то мне подсказывает, что это проблема просто в этих двух двоих человеках. Скайрин, есть четыре ещё канала. Побегай там, по каналам. Просто побегай. Посравнивай. Возможно, это реальная проблема только в типе. Это же советую Камиджи. Это же советую ему. Этим же заняться я имею в виду. Не, вы понимаете, вот когда я в начале стрима запустил с более высокими частотами и с большим, так сказать, эхо стрим, сразу же меня заспамило более 30-50 человек. Сейчас ни одного спама нет. Вначале, ну, я специально сделал более высокие частоты из эхо, но люди были недовольны, потому что эхо они всё же слышали. Ну, ладно. Там видосы на ютубе по 3-7 часов. Все пересмотреть, что ли? Кто-то ещё в интернете не умеет пользоваться интернетом. Заходишь на мой ютуб, заходишь в мои плейлисты. В отдельных плейлистах есть плейлист, связанный с новым сезоном 2018 годом. Там ролики касаются только нового сезона, только патчноции и только маленькие обзоры. Можно просто зайти на мой канал на ютуб и ввести слово «книжка», либо «unseal spellbook», либо ещё по каким-то хэштегам поискать, и ты найдёшь. Можно мне в WhatsApp написать? Нет, можно на почту мне написать. Хе-хе-хе-хе-хе. А все остальные, там 6-ти часовых нету роликов. Ой, хороший хук, Джек Тролл ловит у нас Самокса, Самокса сразу же спасает Татору. Но рядом Гелиот, готов он был к Тауэрдайте, если бы не успел подойти сюда Таторчик. Но вышка уже всё равно почти упала на бутлендинг. Так вот, я вернусь к мысли по поводу… Я понял, в чём проблема твоя. Ты не на том ютубе смотришь. У меня два канала ютуба. Один для обзоров, как раз для таких вот вещей. Там сложены ролики не больше часовых. 10 минут, 15 минут, 5 минут. Подборки из ЛЦСа. Там 40-минутные, кстати, вот, игры-записи. И есть лайв-канал, где тупо я просто выкладываю записи стримов. Чтобы люди могли в записи смотреть все стримы, как им там удобно. Сами выбирают. Это донатит тебе 6 миллионов, правда, мысленно, но уверен, что ты безумно рад. Очень рад. Я всегда мечтал получить 6 миллионов пробок. Ты же пробками у меня донатил. Помните Дисней, утренний Дисней, вечером, среду, после обеда, это другое было. А этот утренний Дисней по воскресеньям вроде был. «Утиные истории». Там одна была вот серия «Подождите, не до этого». На Джек Труал попытались убить, он отфлешивается, кидает хук в ответ, попадает в Татора, но просто, чтобы немножко пострелял в него мини-трупак. Так вот, одна серия была в «Утиных историях», где «Скрутш Макдак» попал в мир, где люди никогда не видели деньги и жили, можно сказать, в коммунизме. От каждого по способности, каждому по потребности. Ну так вот, они случайно туда попали с баночкой, ну, с баночкой, с бутылочкой Кока-Колы, и от этой бутылки осталась пробка у них на земле. И эту пробку люди начали использовать как деньги, и потом он все пробки там притащил, которые были в обычном мире, чтобы стать миллионером. Притащил, короче, Макдак. Довольно интересная серия, я ее уже много раз вспоминал, ну, в стриме, раз в три года вспоминаю ее, потому что она оставила такое неизгладимое впечатление о том, на самом деле, как может измениться тот или иной мир, если в него добавить деньги. Ну, если изначально весь мир строился на, как это называется, на альтруизме всех людей, что каждый помогает каждому просто так, и при этом никто не ленится, при этом никто не эксплуатирует чужой труд. Это, конечно же, утопия, такого быть в реальной жизни не может, мы уже к этому давным-давно пришли, потому что разными способами люди пытались выстроить вот такую схему житухи, но никак не получалось. Всегда должен быть какой-то жесткий механизм, заставляющий людей что-либо делать, иначе они начинают лениться. Ну, так вот, в этой утопии появились деньги, и как деньги поменяли весь этот мир. Ну, что ж, минус-вышка, минус у нас сразу же Татора, который оставался с ультой, но не успел ее прож... А, нет, у него ульта была она когда, прошу прощения. Кабачар нажал на телепортацию, Чигат понял, что лететь уже сюда нечего, но он прилетел бы, если бы была возможность 5 на 5 повоевать. Так вот, как появился Фоллаут. Ну, возможно, да. Возможно, Фоллаутеры где-то брали себе основу некоторых своих сюжетов городских из мировой культуры, а все же утиной истории, я считаю, надо относить уже к мировой культуре. Этот мультфильм знают очень многие, как и Футураму, как и Симпсоны, кто-то скажет, а почему ты только американские мультики говоришь? Ну, я бы говорил русский, если бы они сильно влияли на мировую культуру, но, к сожалению, не так много было вообще мультфильмов. Хотя, вы знаете, что кинематограф начальный, который был там в 40-е, 50-е, 60-е, и еще раньше, он очень сильно кинематограф, именно вот русский, влиял на мировую культуру. Да тот же самый, как же его зовут, режиссера, который постоянно в пример Кентин Тарантино ставит. Вот он тоже говорил, что учился всему, в общем-то, у русских, как снимать правильно кино. А он учился у русских, Тарантино учился у него, в итоге русские повлияли на Тарантино. Рик и Морти, ну, Рик и Морти, да, тоже. Но Рик и Морти, еще пока живой мультфильм, я под классику историю подкидываю как раз тот, который заканчивается, либо уже закончился. Ну, Симпсоны, ладно, наверное, зря я сказала, ну, кто-то сейчас до сих пор Симпсонов смотрит, и для них это открытие. Смешарики, товарищ, смешарики вообще отличные мультфильмы. Ну, погоди, ну, погоди, это не индивидуальный проект, это, по сути, ответочка на того же самого Тома Джерри, который появился раньше, по годам, если задуматься. А Тома Джерри, это вообще ответ на мексиканский мульти, который появился еще раньше. И я сейчас говорю не про этого, волка и койота, и, я не помню, пеликана. Еще один мексиканский был мультфильм, тоже был кошак против мыши. Маша и Медведи довольно известны, за счет Мэдисона, да. У нас здесь войнышка какая-то на топлэйде происходит, где, скорее всего, убьют мини-трупп АК, очень быстро его разбивает. Вот вам и Кагмав. Интересную статистику выявил я недавно из, как сказать, статистических данных Лиги Легенд. Все мы с вами прекрасно знаем, что Кагмав это лейтгейм чемпион. Согласны с этим? Я думаю, да. Если спросить, назови мне там одного из самых сильных Декерри в лейтгейме, почти все скажут Кагмав. Но вот что интересно, если посмотреть на статистику Кагмава на сайте Лиговграф или OP.GG, думаю, эта статистика не будет отличаться на других сайтах, но я ее там не проверял. Это на всякий случай я говорю, что я ее там не проверял. Но вы заметите, что самый высокий винрейт Кагмава как раз-таки в первые 25 минут. Он на первом месте находится в первые 25 минут игры. И вот это поразительно. То есть получается, что у этого чемпиона, помимо его колоссально хорошего лейтгейма, где, правда, по нему в соло-ку проводят очень жесткий фокус и из-за этого команда все же часто проигрывает. Он там всего лишь на шестом месте среди Ада Керри. У него шикарнейший мидгейм потенциал просто в двух предметах состоящий. Финс и Хурикан. Когда он собирает эти два предмета, он начинает разрывать лица похлеще того же самого Эза. Это я к чему веду? К тому, что не случайно смерть Кейтлин была на топе. Попала она в один скиллшот от Браума, и по сути это и стоило ей жизни. Вайт Найт он надел это лендить по Кабачат. Кабачат вынужден его поражать ульту, пытается увернуться от подкидывания, и у него это получается, иначе Вайт Найт бы его... Сейчас, скорее всего, еще парочкой автоатак подхарасил, и мог бы проглотить Джакса. Бросили это дело Виталике, это неблагородное дело стоять против Кагмава в мидгейме, и отправились на мид стоять против Экзайла. Братот их начинает заполкивать, попадает он в трэша, трэшу пол лица сейчас оторвут. Неприятненько. А здесь у нас Самокс делает Тауэр, Дайв, и... Честно, у меня сейчас вопрос небольшой команде Unicorns of Love. Почему Браум пошел на мид, а никто не пошел защищать Кагмава? Кагмава сейчас наказали из-за того, что он там невнимательно сыграл. Да, он флэш перед этим тратил на убийство Кейтлин. Ошибка была в том, что Браума здесь нет. Кто-то там скинул какую-то странную... Ну, не ссылку скинул, он просто скопировал слова, и там написано 52,41%. Это, видимо, и есть первое место, то, что 52% игр он выигрывает на 20-й минуте, я так понимаю. Ну, тут сложно просто понять в этом слитом... в слитых числах. Так или иначе, эту статистику, которую я сейчас вам говорил, я проверил три дня назад. Не думаю, что сильно что-то изменилось. Ну, вот если там и поменялось, ну, с первого, может, до второго места упал. Что это у нас за подлак? Это у меня, ребят. Это у них трансляция. Какой-то странный нам реплей закинули. В шестом месте... Ладно, давайте не будем спорить, раз уж я сказал А, давайте говорите Б. Заходим, быстренько проверяем. У вас картинка появилась, да, надеюсь? Да, есть картинка. Вот они, Адекерри, вот он Кагмаф. Как надо смотреть? Вот, смотрите... И тренды... Где времена? Тренды надо смотреть. Кагмаф винрейт, это не то. Кагмаф пикрейт, это не то. Банрейт, не то. Винрейт бай гейм лэнд. Винрейт Кагмафа в зависимости от времени игры. С нулевой по 25-ю минуту первое место. С игры 40-минутной девятое даже место. Видишь, у него винрейт падает с каждой минуты игры. И с чем дольше идет играть, тем он проигрывает больше. Но это утрировано так, понимаете же, что это салуко. Возвращаемся в игру. У нас просто люди не понимают даже, как читать таблицы, которые я же вам и советую почитать. У нас экзайлы, как здесь ловят, подкидывание идет. Мальзахар очень много урона наносит по экзайлу, но вынужден был поражать Джоню, потому что на него выходит Самокс. И Самокс его сейчас расстреляет с автоатакой. Шатдаун снимают бедного Джизука. Джизука в этой игре начал с 0-1, отыгрался потом в 3-1-1. И сейчас отдал еще один килл ни за что. Какой патч? 8-2 снизу всегда можешь смотреть вот здесь. Все триуты пишут патчи. Надо привыкать к этому. Ну, если бы я сейчас зашел в Легов граф, там просто дольше собирать эти данные. Там больше кликов надо сделать, времени чуть надо побольше. Там будет примерно такая же статистика. То есть в Солоку, понятное дело, ребят. Я это могу объяснить только тем, что люди знают, как играть против Кагмава. Понимаете, да? Они знают, как играть против Кагмава, Солоку. И все стараются его зафокусить в играх. А как раз-таки те, кто играет с Кагмавом в команде, они вот где-то не догадываются, может быть, что надо его прикрыть, где-то что-то теряется. Ну, там плюс-минус одна ветка. Плюс-минус, точнее, одна позиция. Это идет чисто на рандоме. После 40-го минуты. Это понятно. То есть первое, третье, это, посчитайте, то же самое первое место. Но вот девятое место, это уже возникает вопрос сетапов. Скорее всего, просто люди не прикрывают Кагмаву в Лайтгейме. В этом и проблема. Его очень быстро убивают и без адекерии вы тупо проигрывали. Так как у него эскейп-то нет. Но это Солоку. Здесь его прикрывать будут. Волнуйтесь. А по поводу Пауэр Спайка, это действительно меня удивило, что настолько сильно два вот этих предмета влияют на этого чемпиона. Получение нинжа-тапок, Гуинса и Хурикана, и чемпион становится сильнее даже Эзо. Еле нашел эту серию утиных историй. Ну, я там описание такое немного кривоватое дал, поэтому, да, тяжеловато было бы ее найти. Но если нашел, отлично, посмотри. Только смотри ее с точки зрения экономики и так далее. Понятное дело, что в детстве, когда я смотрел, у меня вообще было не особо... Плевать мне, в общем-то, было на эту серию. А потом, вот, когда, знаешь, время шло-шло-шло дальше по жизни, я так начинал вспоминать разное, что я смотрел в детстве. И понимал, что некоторые вещи совсем были не детские. Если там есть мультфильмы, ну, тот же самый, Симпсон и Футурама, которые изначально говорят, что они не детские мультфильмы, что они не предназначены для детей там до 12-13 лет. Как раз для подростков и уже даже взрослого поколения. Потому что там именно об этом идет речь. Вроде утина история, они были предназначены детям там от 6 и выше, а такие вещи они поднимают. Ну и не забывайте, что мультфильмы создают взрослые. А в мультфильме не создают дети, если так задуматься. На взрослые всегда какие-то подтексты туда вставляют. И знаете, многие мультики, которые в детстве мне казались безобидными, абсолютными, например, Робин Гуда взять. Помните Робин Гуда? Там, где животные Робин Гуда были. Робин Гуд был лис, там собаки еще были и так далее. Тут такой старый Робин Гуд, я не знаю, диснеевский или не диснеевский. Там столько сексуального подтекста. Если вы послушаете диалоги, которые там происходят, то впечатление, что какой-то 50 оттенков серого ты смотришь. Я просто недавно, ну как недавно, где-то 2 года назад его пересматривал. И то случайно на него наткнулся. В нете он на Ютубе бесплатно лежит. То есть не надо даже скачивать ничего. Не надо ни на какие сайты идти. Он уже по возрасту, как говорится, потерял свою защиту авторских прав. И поэтому он в интернете сейчас бесплатно лежит на Ютубе. Я наткнулся на него, послушал, о чем там они говорят и просто охренел. Ну, правда, это, возможно, вспоминается эти стандартные... Ну, и каждый думает в меру своей испорченности. Нет, каждый думает в меру того, как был создан диалог. Если диалог не позволяет тебе думать в меру своей испорченности, то как ты можешь думать об этом? Смешариков тоже взрослый по тексту. Да, мы это уже сегодня обсуждали. Ну что ж, да, на бот-лейне у нас произошел тавердайв. White Knight вынуждена была отфлешиваться в этот момент. Команда Unicorns of Cloud проломала вышку на миде, но потеряла еще одну вышку на бот-лейне. Пытается убить Кабачарта у нас White Knight. Но там уже подходит Зои. Зои разберется с ним. Он отфлешивается и остается в живых. Тем временем, Джизука сражается с Чигатом один на один. Чигат говорит, мол, друг, ты где? Помоги. У меня здесь проблема, Джизука меня избивает. И Нагзайл подходит все же помочь, но поздновато. Уже убежал Джакс. Джизука уже выиграл столько времени, что считаете, ну, он уже чемпион этого матча. Более того, у нас через телепорт Джакс возвращается сюда. По нему дают подкидывание, но не достает. White Knight, скорее всего, умрет. Джизука пытается убежать. У него был Ocean Drake, который дал ему откат немножко маны. Этой маны хватило, чтобы накинуть Сайланс. Только что на Чигата убили его. Джизука вместе с Кабачартом победили на бутлейне. И они минусы ингибитор сделали. Тем временем, бьюни кольцу флавы запутались, что им делать. Они втроем, продавив вышку на миде, пошли в сторону вроде бы на Шора. Потом передумали. И сейчас просто сражается 3 на 3. А Джизука выжил, ребят, за Мальзахара. Разбил лицо Чигату. Не дал Экзайлу ничего сделать. Но Экзайл, честно, немножко виноват. Он погнался за Кабачартом. После того, как ему не хватило урона сразу в Кабачарта, он был тупо забить на Джакса. И сразу идти помогать Чигату. Зачем он продолжал гоняться за ним? Если нам сейчас покажут повтор, вы увидите. Он еще почти экран бежал за Джакса. В надежде на что? Я не знаю. А че он под фонтан не пошел? А, стоп, это не его фонтан. Да. Кто-то, видимо, только подключился. Юникорнсов флавы на синей стороне. Команда Виталиков на красной стороне. И поэтому ингибитора они убили. А так, да. Че он под фонтан не пошел? Ну, давайте смотреть. Вот момент стандартный был. Стан. Сразу же с флэша Джизуку дает ульту. Под Сайлансом и Сопрэшеном Вайт Найт еле-еле выживает. Они продолжают пушить. И Вайт Найт уже с бэка готов снова сражаться. Сдает ульту по Кабачарту, но урона не хватило. Дальше Кабачарту убегает. И вот следите теперь за Экзайлом. Он дал прокаст, отфлэшился. И он дальше пошел с флэша туда. Видите? Потом он понял, что что-то он какую-то фигню делает. Вернулся помогать против Джизука, но уже слишком поздно. Джизуку уже победил Вайт Найт, а тот подойти не может. Сам Экзайл тоже разваливается, потому что его крипы не подошли. И прокаст он дать не мог. Ну, а после этого вообще чигатно догнать так и не смог. Кабачар прилетел на телепорте. Джизука любит сражаться против двоих под Тир-3. Да, это уже третий раз этот чемпионат. Получается, команда Виталиков уже шестую группу. Каждую неделю Джизука оказывается снизу против двух игроков. Один раз он это сделал за Владимира. Другой раз он это сделал за Райза. И сейчас он это делает за Мальзахара. У нас попытка убить Вайт Найта. На ботлайне дальше будут пытаться заканчивать игру. Гиллиус будет пытаться играть с Майт Войну. Ему очень много урона наносят. Он дает комбу. Будет через флэш, видимо, залезать внутрь. Залезает, дает ульту и выигрывает с Майт Войну! Еще килл зарабатывает у нас мини-трупак ответный. Тем временем с Нашор бафом команда Юникорнсов Флап теряет свою базу. Напоминаю, что Чагат до этого еще умер, когда они начали делать Нашора. Игра заканчивается 5 на 8. Вот вам и Юникорнсы. Самое смешное, что даже если бы они не выиграли сейчас этого Нашора, они все равно добились гигантских плюсов. Они сломали бы две вышки снизу. И в любом случае убили бы эту же Зою, как и убили. Как детей, да. Ну что, Виталики? 5-1. 5-1, Виталики. Юникорнсы, английские комментаторы как раз про них говорили, что они вчера одержали победу. Может быть, это наконец-то их камбэк. Так, команда нашла себя, показали статистику Экзайла. И Экзайл сегодня даже сделал соло-килл, но просто шикарная игра. Так, ребят, еще раз по английским комментаторам. Не оставить вот здесь бегунок или надо сделать чуть-чуть погромче? Вот я сейчас, к примеру, поставлю вот до сюда. Я бы хотел где-то вот здесь, на самом деле, держать, но это будет, наверное, слишком громко. Просто скажите, на какой процент вернуть? Это 60, а лежало на 30. Это 40. Так, число напишите, где лучше держать английских комментаторов. Нормально, не надо громче, как было, вернее. Короче, 34 поставлю. Ладно, идем на перерыв. После перерыва у нас будет играть команда Шальки 0-4 с Рокатами. Они будут играть, надеюсь, такую же агрессивную, активную игру. А мы пока на перерыв.